Как обычно, накануне соревнований по рыбной ловле, в пруд на центральной площади запустили несколько сотен килограммов карпа. Это делается для того, чтобы обеспечить во время турнира хороший клев. Однако получить желаемый результат удается не всегда. В день города рыба на крючок не шла. Каждая поклевка становилась настоящим событием. Но настроение участникам соревнований это не портило. Помогала отличная погода. Люди у нас любят рыбалку, любят хорошую рыбу. Лучше большую, чем малую. Поэтому всегда с удовольствием приходят. А тем более погода сегодня праздничная. Я думаю, что все у нас получится в плане и будет улов, и будут победители во всех номинациях. Правила турнира просты и всем понятны. Один участник, одна удочка, один крючок. Победитель определяется по весу улова. Если веса одинаковые, считают количество хвостов. На сам лов отводится полтора часа. Дольше удить просто нет смысла. Хорошему рыбаку хватит и этого. А неудачнику сколько времени не дай, толку все равно не будет. При такой неклевой погоде судьбу чемпионского титула часто решает всего одна большая рыба. Призы для участников в этом году полностью соответствовали тематике. Рыболовные снасти – это удочки, а предоставляет нам компания «Волжанка», которая на протяжении многих лес нас поддерживает. И огромное спасибо хочется выразить. Полтора часа пронеслись как один миг. Участники потянулись на взвешивание добычи. На этот раз победные уловы оказались намного меньше прошлогодних. Как обычно, именно в турнир рыба не клюет. Рыба клюет за день и за два дня до турнира. То есть с момента ее, когда отпускают. В этом году улов был по одной штучке. Улов был около килограмма победителей. И самая неудачная рыбалка, самая неудачная, там грамма 4 или 5 нет. Совсем маленькая рыбка, которую пришлось отпустить сразу, чтобы она выжила. Несмотря на небольшие уловы, атмосфера праздника нисколько не пострадала. Призы получили не только лучшие рыбаки и рыбачки, но и самые юные и самые возрастные спортсмены и лучшая рыбацкая семья. Одновременно с рыболовным на стадионе на улице Вокзальной проходил матч областного турнира по футболу среди юношеских команд региональных спортшкол. Одинцовский выбор принимал ребят из Химок. А на улице Говорова стартовал кубок Одинцовского отделения организации ветеранов боевое братство по дворовому футболу среди любительских мужских команд. В открытии принимали участие представители районной футбольной федерации, воины-интернационалисты Ренат Шафиков и герой России Александр Головашкин. 10 лет, 10 сезонов мы проводим этот турнир. И раз он продолжается, значит это надо. И я думаю, что это народная игра. Футбол дворовый. Все поколения играли. И наши деды, отцы, мы, теперь вот молодежь. Сегодня уже можно уверенно говорить, что турнир состоялся, турниру быть, турниру жить. Стартовав в день города, юбилейный 10-й турнир завершится 7 октября. Участники разбиты на две группы. Лидерство в них по итогам первого игрового дня захватили команды Одинцова Новопередел и Пахтакор. Лидерство в день города, юбилейный 10-й турнир, юбилейный 10-й турнир.